Привет! Сегодня я хотела поговорить с вами о людях еще, каких мы встречаем в Израиле. На самом деле, может быть, такое сложится у вас впечатление, что мы вообще встречаем только каких-то отморозков. Но нет, это, конечно, не так. У нас есть и нормальные, адекватные знакомые в Израиле. Ну, просто мне интересно рассказывать истории. Вот я познакомилась с ребятами, с девушкой, с женщиной, и она такая нормальная, ну, как бы и черная. Это же скучно, это не контент ни разу. Нормальные есть. Но их, кстати, меньше. Так что это очередная история про странных людей, про людей, которых в своей прошлой жизни я встречала по минимуму, но в Израиле почему-то вот я с ними сталкиваюсь очень часто. Это, значит, произошло во время поиска нашего нового жилища. Дело было так. Мы приехали на осмотр нашей будущей квартиры. Там на данный момент живет пара. Она живет там очень долго, 8 лет уже в этой квартире. То есть, как бы, логично предположить, что значит место более-менее нормальное, раз люди уже 8 лет живут. Ну, или другой вариант, они там какие-то конкретные терпилы-терпилы или, может быть, дешевая аренда. Не знаю. Ну, давайте по порядку. Пара русскоговорящая. Она из Москвы, он из Питера. Ну, то есть, хотелось бы сделать вывод о адекватности, но не получилось. Посмотрим, ну, квартиры мы делали без хозяйки. То есть, нам показывали квартиру жильцы. И мне такой вариант, в принципе, вроде бы нравится, но сейчас я, наверное, понимаю, что... Давайте по порядку. Смотрите, с одной стороны, я, ну, думала о том, что жильцы показывают без хозяина квартиры. То есть, они должны быть по факту непредвзяты. А тем более, что конкретно хорошо у этих ребят, будем называть их ребятами, несмотря на их возраст, у них уже есть договор на аренду следующей квартиры. Как я понимаю, что они не выезжают заранее окончание договора. И они ищут где-то, вот, получается, за, там, искали, за два месяца жильцов. Какой их профит в том, чтобы врать, я не знаю. То есть, им были заданы, там, основные, там, вопросы, что ваше, что не ваше. То есть, что меня вообще, как бы, могло интересовать в квартире. Это уровень шума. Естественно, это вообще первое, что я ищу. И, казалось бы, ну, кто-кто, как не жильцы, могут об этом знать, могут об этом сказать, рассказать. На осмотре люди сказали, что вообще-то тут просто гробовая тишина, всё идеально. Вообще, никто никогда не мешает. Что было сказано потом, я расскажу попозже. Потом, например, ходим по саду. К квартире прилагается садик. И я спрашиваю, вы делаете ресус? Ресус, для моих незнающих зрителей, это такая обработка от всяких гадиков, жучков, паучков, гуравьёв. Делают и обработку и квартиры, и придомового участка. Что мне был дан ответ? Нет, мы не делаем. Я говорю, ну, а в дом заползают какие-то жучки? И на что мне ответили, я не хочу, чтобы они заползали, и они не заползают. Окей, какой-то странный ответ для взрослого человека. Ну, ладно. То есть, они нам показали, что там какая мебель их, какая не их. Например, там, он нам рассказывал, жилец, что вот, я тут на кухне, были только нижние шкафчики. Я вот такой молодец, делал проект и достроил верхние шкафчики. Но я их, скорее всего, не буду забирать. И мы такие, ну, ок. Он говорит, да ещё? Я ставила кондиционеры, но, как бы, я их тоже планирую оставлять. Ок и ок. Собственно, на осмотре это основное. То, что нам было интересно, мы посмотрели. В целом, нас всё удовлетворило. Так как вариантов в этом городе с Азиком больше ничего не было. Ну, мы со скрипом, конечно, но поехали, подписали контракт уже с хозяйкой. Ой, хозяйка тоже, как бы, ставила там на странных пунктах в контракте. Мол, там, целый пункт, что в арендаторе уведомлены, что, типа, задержка во въезде может составлять, там, до двух недель. Мы таки, в смысле, уведомлены? У нас, вообще-то, тут тоже контракт, нам как-то выехать надо. Такая, ой, если что, типа, я вам заплачу за каждый день. Мы говорим, окей, а где это в контракте написано? В общем, согласовывали ещё дня три контракт, потому что там куча пунктов, что, например, арендаторов устраивают выбеленные стены, и они в таком же виде возвратят квартиру. Я, как бы, при просмотре помню, там, вообще, ни разу не выбеленные стены, там, они оранжевые, покоцанные. И, как бы, мы добавили в контракт ещё пункт, что, там, согласовываются уже при приёме жилья. И, кстати, тоже, наверное, у нас третий, да, получается, контракт мы заключаем, и нигде нету акта приёма-передачи. А вы заключаете контракт заранее, не тогда, когда вы въезжаете, а заранее. Да, почему нету? Ну, наверное, не очень грамотные люди ещё пока не поняли, что это очень нужная штука. Ну, мы заключили контракт. Как обычно, мы заключили без гарантов, потому что особо за нас поручаться, что-то никто не горит желанием. Ну, мы плюём на эту тему. На севере, как мы поняли, заключить контракт намного проще. Тут и соглашаются на чеки бетахон, а вот если не то, они вообще там с бетахонами нас посылали далеко и надолго. И решили, вот пока есть время, желание ещё раз съездить на эту квартиру, поговорить с текущими жильцами, чтобы более чётко обсудить, какую мебель они оставляют, какую выбрасывают, какой забираются в бой и так далее. А, ну и как-то ещё всё-таки обсудить по поводу даты выезда, а то мало ли. Вот, ну, мы приезжаем, ну, начинаем там общаться, смотреть. Вроде как они всё-таки говорят, что они там не будут в течение двух недель выезжать, что будет конкретная дата, что там окей. Вот, потом я так у них вскользь спрашиваю, а вы планируете при отъезде стены красить? Они такие на меня смотрят, говорят, да нет. Я такая, хорошо. Ну, хорошо, что мы вставили пункт в контракт, а то, знаете, как бы ты контракт подписываешь, что ты соглашаешься, что у тебя стены белые, потом получаешь ключи, а у тебя не белые. А у тебя в контракте написано, что ты уже согласился. Окей, идём дальше. Обсуждаем вот, например, самое большое, что меня интересовало, это вот холодильники. У них там стоит два холодильника, и они там думают, что, может быть, один заберут, а один не заберут. Я говорю, окей, там, какой, что? Они говорят, вот этот, может быть, оставим. Я говорю, вы его оставите просто так, или вы хотите за него деньги? Они говорят, ну, мы бы хотели, конечно, там за него сколько-нибудь, какую-то символическую сумму. Холодильник достаточно немолодой. В общем, он говорит, ну, давай хотя бы тысячу. Вот, ну, мы сказали, мы подумаем. Окей, дальше чуть немножко кустая сидела, и муж ходил по квартире с жильцом. Они там смотрели, обсуждали, что оставлять, что забирать. Вот, и железо что-то это, как-то малюха переусердствовал. И он начал рассказывать мужу, что он там сделал, и что он за это хочет. То есть он говорит, вот этот, значит, кондиционер я оставил, вот кондиционер я оставил, там, значит, за кондиционеры давайте, значит, две с половиной тысячи шекелей. Потом вот, значит, тут вот такая труба. Я тут у неё фильтр поставил. Это, значит, там ещё сто шекелей. Потом говорит, вот эти шкафчики на кухне, говорит, ну, давайте там что-то типа полторы тысячи шекелей. Муж такой приходит мне, показывает этот листочек с этими цифрами, я такая смотрю. Я говорю, стоп. Я говорю, что это называется неотделимые улучшения. Вы должны такие вещи обсуждать с хозяином. Нам оно зачем? Зачем нам эти кондиционеры? Их потом никуда не поставить. А, ещё главное, когда мы приехали, он нам первым делом говорит, вот, значит, вам мы визитку обязательно оставим. Молодой человек, он нам постоянно делает ресус. Это вот та самая самобработка. И он говорит, очень хорошо делает. В общем, мы довольны. Я такая смотрю на мужа. Типа, что это вообще? Зачем они в прошлый раз говорили, что они не делают ресус? Я просто не понимаю, даже вот, понимаете, мне не приходит никаких идей о том, зачем врать на эту тему. Вот, и пока, кстати, муж ходил с жильцом, я с женщиной общалась по поводу жизни здесь. И, наконец, она мне поведала, что тут недалеко есть школа. От школы постоянно слышны звонки школьные. То есть, понимаете, это где-то там, во сколько, 7-8 утра начинаются занятия. Я уже забыла, у нас в Бершеве, когда мы жили, тоже была рядышком школа. И я помню эти звонки. Окей, потом, говорит, дом рядом. Говорит, ну, там, говорит, на втором этаже живёт марокканская семья. Ну, они такие, ну, как все марокканцы, шумные. Они так просто разговаривают. Ну, да, мешает. Ну, ничего, да, зашибись. И, ну, вот просто большой вопрос. Тебя спрашивали во время осмотра. Вот эти вопросы. Почему они рассказывают уже это только после подписания контракта? Какой профит у жильцов? Ну, вы мне объясните. У меня такое ощущение, что просто у людей уже какая-то привычка врать. Другого логического объяснения я не нахожу. Потом я спросила, ещё у неё, вы, ну, как бы сейчас платите больше, чем выставляете от этой квартиры? Что она мне ответила, типа, нам хозяйка никогда не повышала стоимость аренды. Я спросила одно, мне ответили ответ на другой вопрос. Решила я не уточняю, но мы, понятно, сейчас очередное какое-нибудь враньё услышу. Мы оттуда уехали. Ну, в общем, от этого визита, ну, и такой осадочек такой, как будто вот ты какой-то душ из говна принял. Ну, реально тебя вот пытаются просто как лоха, что ли, развести или что-то. Ну, что это вообще, да? Накрячут на тебя какие-то вещи, при том, что раньше, да, там, ну, при просмотре они говорили, ой, мы всё оставим, типа, ну, это значит, как бы, ну, оставят. Не за денежку, так, оставят. А тут, получается, ну, давайте вы там столько-то заплатите, а тут столько-то заплатите. Зашибись, короче. Оттуда уехали, в общем, мы там с мужем думаем только по поводу этого холодильника сейчас. И то такой холодильник, вот, на Ячитайме, можно купить за 500 шекелей. Ну, и там плюс будет ещё, конечно, доставка, погрузка. Поэтому большой вопрос, брать ли нам у них их холодильник или нет. Со всем остальным, как бы, я сказала, да пускай собирают эти грёбаные кондиционеры эту кухню. Ну, куда они денут это максимум на помойку, выкинут просто из вредности, и всё. То им светит, потому что никому не нужны их баушные кондиционеры, никому не нужна их кухня, эти шкафчики какие-то. Ну, вот я к тому, что у меня реально такое ощущение всё время, как будто говна объелся. Не то, чтобы мне везёт на таких людей, но люди встречаются очень часто. И я говорю, я не очень понимаю, что движет такими людьми. Зачем они обманывают? Не понимаю. Я просто достаточно честный человек, и я оцениваю других людей относительно своего мировоззрения, да. И сталкиваюсь постоянно вот с этим вот, вот с этим вот. Я не понимаю. Ну, хочу сказать, что вот это не редкость. Вот такое общение для Израиля. То есть такое, вот такое. Что у вас постоянно хотят накрячить, сделать из вас лохов, фраеров. Ну, типа, а вось мы купим эти сраные кондиционеры, там, или эту всратую кухню. И что-то мы с ней потом будем делать, будем пытаться искать таких же лохов, когда будем съезжать и пытаться им это продать. Ну, вы же понимаете, да, что люди делали это для себя. То есть, да, если они это делали, они должны были согласовать это с хозяйкой. Если бы она там согласилась им что-то возместить, ок, скорее всего, они либо вообще не согласовывали это, но я думаю, что не согласовывали, она сказала им, делайте, что хотите, только за свой счет. Я думаю, скорее всего, было так. Поэтому вряд ли она у них сейчас что-то будет покупать. Для нас будет, конечно, большой сюрприз, когда мы сейчас заедем в эту квартиру, оставят они это или не оставят, либо мы будем жить с одним кондиционером. Мог. Ну, просто вот такое, знаете, ощущение какое-то перепачканности. Ты все время, не то чтобы я все время, знаете, была недовольна. Я же еду вот на позитиве. Ну, как-то, не то чтобы у нас как-то там денег сильно не хватало, но постоянно какая-то вот неудовлетворенность от общения. Так, как будто тебя все время хотят поиспользовать, попользоваться тобой. Ну, ничего, прорвемся, купим всю мебель. Кстати, мои подписчики, у меня к вам вопрос. Там, в этой квартире, нету кучи мебели. И мне нужно будет еще докупать всякую садовую мебель, садовую, утварь, технику всякие, садовые тенеры для стрижки кустов. Вопрос к знатокам. Кто давно живет? В Израиле. Какие есть бюджетные магазины, склады, рынки, где можно купить какую-то мебель дешманскую? Что-то на уровне макстока, да, тут такое. Только по мебели, по садовой технике. У кого-то есть какие-то места, поделитесь, пожалуйста. Очень надо. Что, конечно, обустраивать дорогой мебелью съемную квартиру совершенно не хочется, потому что неизвестно, насколько мы там, насколько там тихо. То есть мы аккуратненько заключили договор на год, хотя хозяйка хотела сразу на два года. Нет, ушки, мы сказали, год это вообще максимум. Но все равно этот год хотелось бы прожить комфортно и при этом не тратить бешеные деньги на покупку мебели. А нам покупать много. Там нам нужно покупать кровать, диван, уличную мебель. То есть я ребенку хочу еще по тут. Для сада там что-то, то есть для стрижки. Может быть, даже будем класть там что-то на пол в саду, то есть что-то типа газона. Про платную агору я знаю. Про marketplace в фейсбуке знаю. Про Edstime знаю. Про MagStock знаю. Кею не предлагать. Она не бюджетная в Израиле. Больше ничего не знаю. И очень жду, если вы мне что-нибудь порекомендуете. Вот такая сегодня история. До будущих встреч. Жду от вас комментов. Ну и не забывайте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok